Могилёвский зоосад обновил внешний выгляд. На территории зоосады установлены новая скульптурная композиция, обновлены плясовки для отпадшинку, а у худким часе тут заявятся и новые жахары. Уси зверы познают работников зоосады по голосах, спешаются на сустрич. Травоядные живёлы переведены на галинный корм. Для остатков на выпасе зарабили новые кормушки на далёких и близких полях. Пошли работать те поля, которые мы засеяли специально, чтобы в ранний весенний период уже была трава. Кроме комбикорма, кроме зерна, кроме бураков, потому что стадо большой у нас, они получают то, что в природе, в естественных условиях получают. То есть они в раю живут у нас. Местами так люди не живут, я с гордостью это говорю, так как мы заботимся о животных. До тёплого сезона у зоосады рахтовались по двух напрамках. Доброго порадкования для наведывальников и для зверов. У зоосады заявились новые подворки, целком замянили турникеты. Новые фишки, здесь мельница и там мельница, и новые места торговли, и кафе переоборудовали в этом году. Сувенирный магазин наш будет насыщен новыми товарами, при том с символикой нашего зоосада. Наведывальников ураживают кого величное, кого совсем маленькие звери. Але и дети, и дорослые зауседы полные эмоций. Крыльчата. Какие они? Мне понравился серый. Кабан. Что он так... Да вы что, к нему не подойти, это такая машина, там килограмм на 200 будет. Хотя там 258 максимум, но в общем мощная машина. И копает так, впечатляет, да. У зимку зоосад набыл трех муфлонов. Зараз тут планует повелишить их статок. Хотим увеличить статок, чтобы было штук 20, чтобы люди радовались, как они в воздухе летают по 10 метров, потому что там холмистая местность, они это умеют делать. В ближайшее время мы привезем нашей атоле, наш верблюд женского рода атола. Ей привезем мужа с Казахстана. Добиваемся и решаем вопрос с севером насчет привоза двух жен нашему северному оленю. А прикладно празд месяц тут чекают и приплод. Статок пополнить новонародженные зубраняты. Правда, побачить их можно будет не одразу. Але и над выращением этой задачи працуют у зоосаде. То, чего я давно добиваюсь, построить огромную кормушку, где будет в варианте онлайн, там будут видеокамеры, в варианте онлайн в Африке, в Америке, в Австралии, везде. В интернете можно будет смотреть, как наши животные кушают, как они любятся, как они играются, как дерутся, ну, как у них в жизни бывает. Татьяна Дмитроева, Виталь Аляксеенко, Новины Регион.